и снова здравствуйте всем привет и так чтобы сделать рик нормальная нужно понять как ведет себя тело при анимации да нужно попробовать сделать какую-нибудь анимашку анимашку допустим прыжка халка что тут еще так что у меня тут так 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 проверка значит надееспособность вроде бы все ничего не отлипает от него что здесь есть я на широчайшие добавил основную косточку и вот эту кость которую я могу двигать чтобы корректировать широчайшую чтобы она прям надутая не было или наоборот сильнее надуть ее так потом здесь части будут растягиваться давайте я поднарисую так вот в этой части будет растяжение в этой части будет фиксация так будет фиксация в принципе должна быть это все должно быть в теории ну погнали что-нибудь замутим и так и посмотрим как тут себя какая штукенция ведет имлайн выдвигаем перекручиваем так начнем анимацию делать с нулевого кадра не со второго с так нулевой кадр первым делом что значит он должен просто стоять давайте его поставим в какую-нибудь позу так ключицы ключицы я хочу значит опустить пониже он такой еще расслабленный типа так закрылки закрылки тоже должны быть поменьше мы их опускаем теперь эту руку G тоже опускаем перекручиваем G вот так пусть на растопырку будет пока да все он стоит смотрим как стоит а стоит он вид у него хороший ну а как это все дело сейчас дальше пойдет черт его знает так ну прописываем а и локрот первый кадр есть теперь нам понадобится так 10 будем писать 10 20 30 и так далее так на десятом кадре включаем кости включаем кости и делаем делаем приседания значит единица на паде G вниз делаем перекрутку тела так и вот здесь вот вы видите уже какой косяк что грудь грудные вот эти кости вот эти они не дают персонажу нормально именно вперед уходить нужно вот эти кости значит G постоянно будет подкручивать вот так оп опустим R но это с одной стороны хорошо с одной стороны это хорошо хотя они привязаны вот к этой кости и это уже плохо они должны тоже вместе с этой косточкой как бы сказать отдаляться ну ладно хочу чтобы кости здесь на груди были чтобы грудь играла так сказать да есть неудобства возможно нужно было как-то добавить именно как настройка рта но тогда это слишком излишки получается костей они не нужны потому что двигаться низ груди и вот эта часть а это стоит центр недвижимость ну посмотрим все это же эксперимент правильно что я парюсь так единица на нам паде значит G руки я поднимаю на десятом кадре так ключица одна пошла вверх ключица вторая пошла вверх широчайшие не широчайшие вот эти вот как их называют тоже их давайте чуть-чуть вверху и чуть-чуть как бы в сторону так отведем они создадут движуху движение типа мышц внешний вид ну дядька нормально и чуть-чуть и чуть-чуть подсогнем пальцы значит через shift выбираем вот эти фаланги это по прошлым роликом значит так слегка так ну и вот эти фаланги тоже подсогнем единицы на нам паде датчик р о о о о о о контроль здесь почему такая штука выбираем фаланги n так здесь x y ротация отключена sky локация так а если локацию еще x y отключить что получается так а там пальцы как эти нормально согнулись а эти так так ctrl-z, ctrl-z. Так, настройку проверяем. Вот такие вот казусы. Вылазают, бывает. Так, значит так, если там может зеркалка, если с этой стороны отключена x, y, то с этой стороны пробуем тогда x включить. А, local space тоже есть. Так, пробуем. И этому пальцу тоже x включаем, y, z отключаем. И получается, и получается тогда, если вот этот палец выбираем, смотрим, что произойдет. Значит, r непонятно. Так, эта рука нормально согнулась, это нет. Здесь, значит, оставляем x, y, z отключаем. Смотрим. Палец-то гнется. по x, y, z. По x, y, z. Так, проверяем тогда. Здесь тоже нужно поправлять вот эти все настройки. Это x. Так, а если по y поставить, и эту тоже оставить, по y, z отключить, тогда получается, а ну-ка, r. тогда он перестает сгибаться. А если поставить его по x, он тоже перестает сгибаться. Потому что x отключен, и нужно поменять настройки, да? И гнется он в бок. Вот те, нате, вот те, здрасте, вот тебе какой казус нехороший. Ладно, не суть вопроса. Оставляем, значит, здесь по x и по y отключенным. И тут тоже, так, z оставляем. Переименуем их опять же на z. Local Space стоит. И чуть-чуть просто будет кеморно. Не пойму я, что за фигня. Так, а если этим тоже отключить y, z, x, y и попробуем теперь, значит, так, r. Ну, ладно бы он согнулся в эту сторону, так он... Так он по x должен тоже стоять. Ладно, оставим его по всем осям, потом буду разбираться, что да как. Где тут пошел какой-то косяк. Не хочет и тут жнуться, а ну-ка. Ну, все нормально будет. А ну-ка. Ладно, ctrl z, ctrl z, ctrl z. Вот такие получаются, значит, казусы. С пальцами на этой руке. Вроде бы правильно все настроил. Так, а мизинец как гнется, смотрим. Так, а почему мизинец как гнется нормально? А остальные отказываются гнуться. Мизинец же нормально согнулся. Нормально. Так, а ну-ка перестроим их, да? Так, это значит долой. И это значит долой. Настраиваем на вот эту косточку. Ctrl shift c, copy rotation, x, y, local space, local space. И вот эту косточку тоже на эту, Ctrl shift c, copy rotation, x, y. Отключаем. Local space, local space. Проверяем сгибаемость. Все равно гнется куда-то не туда. В крипто вкос идет. Ладно, Ctrl Z. Удаляем пока вот эти все настройки. Затянется немножко сейчас. Анимашка. Ну как всегда. Нет ничего лучше, как говорится, ручного способа. Где-то какой-то косяк от кого-то пошел. Черт его знает. Всегда работал на двух руках. Вот тоже будет для понимания, для знания. Так-то мизинец оставлю. Раз он гнется так же. Выбираем вот эти фаланги. Значит будет прикольней. Пока это вот не хочет перегнуться. Чего за фигня. О, бля. Сгибаем. Палец чуть заебаем. И этот тоже чуть заебаем. Так. Чего-то он у меня перекрутился. Пойду. Ладно, не суть вопроса. И все равно уходит в бок. Вот кино. Так, ладно. Теперь вот этот палец. Теперь значит вот этот палец. Вот так будет прикольней. И вот эти все пальцы. Так, надо тогда по всем осям их разрешить движение. Так. И вот этот палец тоже. Пусть движется как хочет. Все. Ладно. Проехали с этим делом. Колени. И чуть вбок. Описываем А и Локрот. Теперь у нас 20 кадр. Так. М панель долой. Так. На 20 кадре. Что делаем? Так. На 10 кадре, наверное, пусть он еще G ногу вот так оттянет. Таз, значит, передвинем, чтобы ноги пошире были. И, значит, руки, чтобы пошире вот так. Вот. А. И Локрот. Вот. Пусть у него скольжение такое будет. На 20 кадре он еще больше, значит, нагинается. Так. Это, значит, R. Можно даже попробовать R перекрутиться тазом. Так. Таз чуть-чуть назад. Он должен присесть. G. Руки, значит, подальше. Кисти R перекручиваем. Так. R перекручиваем G. Смотрим, где у вас все руки находятся, чтобы они в локтях были согнуты. Так. Это, значит, вот так. И пишем. А. И блок рот. Вот. Вот. Он становится. Вот у него тал. Приседает. Вот он. Движуха идет вот здесь. Так. 30 кадр. Пробуем. Так. На 30 кадре. Давайте нулевой shift G. Скопируем на 30. Теперь его, значит... Ага. Не прокатит. Там у нас ноги по-другому стояли. Ну, давайте его выкручивать. Так. Значит. Сначала давайте его поднимем. Тройка на нампаде G. Значит, R перекрутим. Ноги G приподнимем, перекрутим. Значит, G вот так. R перекрутим тело. G. R. G. Поднимем руки кверху. И эту руку тоже кверху. Кисть перекручиваем. Так. Чуть-чуть на вперед. Тело теперь перекрутим. Голову немножко всё-таки ещё вниз. Так. Руки чуть-чуть над головой. Тестим сразу бицуху. Это G. Так. Здесь вот уже... Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так. Вот здесь уже начинается у нас неинтересный такой процесс. Потому что вот эта бицуха, она должна быть вверху. У нас идёт перекрутка вот этой вот части руки. Это значит, получается, плечо у нас постоянно вверху. И бицуху у нас вариантов нету. Так. Это грудину подтягиваем. Тоже неудобно это всё дело будет фиксировать. Эти части тоже уводим. Включиться, если приподнимать, можно. И вот здесь вы видите, что с персонажем начинаются неинтересные такие метаморфозы. Потому что бицепс должен быть вверху. Эта часть должна быть перекручена уже. Это, получается, должно быть где-то вот так. Ну, тогда... Короче, получается, руки должны у него тут быть. Бицуха, значит, должна быть сверху. Эта здесь должна быть прореха. Вот эта грудь, значит, G, подняться должна ещё выше. Уйти, значит, чуть-чуть так к центру. Крыло чуть-чуть можно... Ну, пусть будет побольше. Хотя оно должно быть поменьше. Так, что ещё тут? R. Перекручиваем таз. Единица на нампаде. R. Шёл толчок. G. Так, это значит, тоже G. А, и локрот. Смотрим, что получается. Вот нету толчка. Ещё нужно тут приседания добавить чуть ниже. И потом пошёл толчок. Так, сороковой кадр. И вот здесь мы теперь попадаем в такой вот казус. Смотрите. Так. Если мы нулевой кадр выбираем, Shift-D. Ставим его на сороковой. Переключаемся на сороковой. Значит, G. Поднимаем персонажа кверху. Здесь вот у него ноги. Будет работать. Зашибись. Так. R. G. И получается вот эту часть. Значит, мы G. Вводим сюда. Эту часть, значит, перекручиваем в эту сторону. Вот так. Эту часть оттаскиваем вот сюда. R перекручиваем в эту сторону. Ещё, значит, стопы перекручиваем. G. Поднимаем кверху. Что-то получается в этом, в таком духе. Теперь у нас получается, мы должны вот это тело R перегнуть. Так. Голова, значит, уходит сюда. А вот грудак. Грудак мы можем, видите, регулировать. Здесь вот это хорошо. Также мы можем регулировать ребра. Делать их чуть надутыми. Вот. Он теперь вроде бы как более такой изогнувшийся. И теперь вот эти руки должны быть у него R. Ключицы R. Руки должны быть R перекручены. G подняты. Так. Значит, что ещё? Так. Кисть должна сюда быть перекручена. Поднята. Это до локоть уходит. Ну, не суть вопроса. Вот здесь уже опять начинается казус. Вот так, да? Вот натяжка аж как вы видите, да? Здесь вот вроде бы она правильная. Можно чуть крыло добавить. Так. Что ещё? Пальцы. Здесь уже идёт. Значит, пальцы все подгибаются в кулак. Ну, и по Беррикому. Вот он, нехороший перекрут. Идёт на руке. Вот. Вроде бы персонаж красиво выглядит, да? А вот когда начинаешь с ним делать анимацию. Так. Есть вариант, что я не так руку поставил, да? Кисть перекрутил, допустим. Но нет. Всё так и должно быть. Так. Теперь что получается? Значит, R. Вот он на мизине загнётся, остальные отказываются. О, даёт, а? Так. Теперь, значит, R. Вы мне уже писали, что, Дима, ну вот ты. Смотреть больно, как ты все пальцы подгибаешь. Вот. Вот. Долговато, но зато они согнутые. Так, ладно. Что ещё? Этот палец. Этот палец мы вводим R. Вот сюда. Так, что тут ещё? Этот палец сюда. Больше загиб идёт. И этот палец. Вот сюда больше загибаем. Так, а это что тут получается? Ну и подсогнём вот этот палец. Так, теперь, значит, что? Раз он так и загнулся, ну давайте ему вот эти части чуть-чуть ещё больше поднимем ключицу. Руки ещё тогда подальше, чтобы красивее это дело выглядело. И поближе друг к другу. Можно ещё больше его загнуть. Так, этот тогда сюда. А этот тогда сюда. Вот. Ну и ноги тогда можно дальше отвести. Так, эту ногу сюда. А эту ногу сюда. Теперь колени чуть-чуть. Корректируем. Чуть-чуть их в центр. Ладно, пойдём. И получается вот что у нас получается. Вот такой внешний вид. Вот такая некрасивая растяжка. Так, здесь вообще перекрутилась рука. Так, давайте пропишем. Так, поодике. Ладно. А и локрот. И теперь должен 50 кадр быть приземление и удар. Так, этого больше изгибать не будем. Давайте опять в какой-нибудь Shift D выберем кадр на... Это уже 60, и давайте сделаем, чтобы мягче приземление было. И получается... Так, значит, получается... G чуть-чуть его уводим тогда вперед. Эта нога одна уходит G сюда. Таз. Делаем приседание. Так, R нога поднимается. Стопа, значит, R перекручивается. Вот так это все дело. Идет перекрутка руки. G, G, R. Включить, значит, можно чуть-чуть вперед. Непонятно, что с этой рукой. Workspace, Workspace, все нормально. Ориентир нормальный. Так, здесь на 2 ориентир. Local white parent. Все нормально, как и раньше устанавливал. На полную локоть отведен. Так, ну ладно. Смотрим результат, все получится. И потом будем делать уже анализ косяков. Так, это поднимаем. Это, значит, ключица тоже поднята. Так, это ставим, перекручиваем. Ж, перекрутка. Ориентир, значит, напряг на эту ногу. Прогиб. Голова выравнивается. Так, и вот эти вот пальцы. Так, А, И. А, И локрут. Значит, меняем местами, вот, Shift, D. У меня вот такая штука. Постоянно забываю переключаться. Так, это значит, delete. А, это значит, G на нулевой. И тогда получается так, так. 60-ый delete. Удаляем. Ставим на 60-ый, 65-ый. Смотрим вообще, что получается. Эту кости забивают внешний вид. Раз. И теперь на 70-ом идет у нас удар. Тут потом дополнение надо будет делать. Так, Shift, D опять. Первый кадр. Тройка на нампаде. Смотрим. В ногах, где стоит. И нашего персонажа с помощью мов. Перетаскиваем опять сюда. Теперь, что нам нужно сделать. Сначала ноги не трогаем. Мне нужно, вот, добавить вот этот изгиб тела. Значит, тройка на нампаде. R. Грудинку. Тоже R. Я не пойму, грудина что-нибудь не привязана, что ли? Так, а ну-ка. Edit Mode. Ctrl-P. Да. Ряды что. Думаю, что она отвязанная. Так, тогда получается тройка на нампаде. R. R. Получается. Голова, значит, тоже R. И побольше надо изгиб. И чтобы он был, как бы, плавнее, наверное, нужно добавлять побольше вот этих костей. Так, теперь. Вот эту часть мы добавляем вперед. Кулаки. Теперь, значит, G. R. G. R. Это будет удар. И получается что-то такое. Вот теперь нам пригодятся вот эти крылья поправлять. Так, и вот эту руку. G. R. G. До самого низа. Теперь вот этот таз нужно... Так, G. Садить. Ногу. Это, значит, назад. Таз назад чуть-чуть. И вот эти все руки. Это уже идет удар. G. Так, это, значит, к центру. И ключицы тогда... Вот эти ключицы вперед к руке. О, это же идет удар. Так, и теперь... Так, и теперь... Так, и крылья-крылья. А вместо сердца пламенный мотор. Так, и чуть-чуть, наверное, крылья вот эти... Чуть-чуть вбок увести. Они же не должны так быть. Но с одной стороны, прикольно выглядит. Пусть даже будет пошире. Вот так что-то. Так, вот здесь идет излом. Значит, эти крылья нужно еще пониже. Ну, правильно, вот они должны быть. Так, теперь у нас идет перекрутка вот этих частей. О, все к центру. Все для победы. Так, это вот так. Побольше, значит, ключицы гнется, чтобы удар был классный. Ну, а теперь прописываем А и Локрот. И нужно добавить, значит, вот эти руки. Так, сначала пальцы выбираем. Вот эти все. Бэмс. Находим кадр, где руки согнуты в кулак. Вот. Сороковой. Делаем Shift-D. И на 70. И теперь Shift-D. Так, Ctrl-Z. Опять же, сороковой, наверное, Shift-D. На 60. Ну, нормально. Так, теперь что получается. Кулак согнут, удар прошел. Мне понадобится теперь согнуть вот эти вот пальцы. Так, на каком тут кадре кулак согнут? Тоже на 40. Выбираем 40-й, Shift-D на 60-й, Shift-D на 70-й. Так, теперь смотрим. Мы сейчас смотрим, что получается. 70-й кадр. Упана. И 60-й. Ага. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Получается, я вот эту выбрал руку. Она прописана тут. Да, мне нужны только пальцы. И получается тогда Shift-D я ставлю на 70-й. Все. Не ту кость взял. Теперь выбираем опять же 40-й, Shift-D на 60-й. Так, единица на нампаде. Ставим бок, английская А, кости отключаем. Ставим 70 кадров. Ну, а теперь идет 50-й. Нам нужно переписать 50-й, потому что он вот здесь вот R почему-то стал гнать. Так, и тут вот рука тоже непонятна. Почему это как-то так. Вот так, наверное, перекрутить. Так, вот эту кость тоже. Черт, не крутится. А ну-ка. R. Так, вот так ее надо перекрутить. И вот эту руку. Так, что-то с этой рукой осталось как G. Так, теперь тут. Так, here. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так 20 на двадцать пятом он должен еще больше присесть так вот так вот не так кость и нет процент его кровь смотрим Продолжение следует... Так, на шестидесятом идет перекрутка, значит, руки почему-то. Так, это чуть повыше. Так, эти, значит, тоже можно чуть-чуть поднатянуть. Так, грудину приподнять. Ух ты! Угу. И перепрописка. Так, здесь шестьдесят шестой. На шестьдесят шестом кадре тоже вы видите тут с руками перекрутка. Я уже показывал, почему это получается, потому что слишком много пропусков. Так... Получается, когда удар, у него же должны руки вместе быть уже. Вот как бы... Вот тут... И где-то тут, наверное, вот так. Вот так на А и его крот. Смотрим движуху. Вот это уже идет удар. Так... Так... На пятьдесят шестом. Вот это дело тоже нехорошее. Рука слишком далеко вытянута. Так... И руки перекручены. Они должны как бы уже вперед выходить. Готовится к удару. Вот так вот. И вот эта рука тоже. Раз... Раз... Посмелее. Так... Не пойму, откуда вот эти все перекрутки идут. Тут нормально. Тут плохо. Ну, короче, вот такая штука. И получается, когда он идет на приземление... Так... Вот эта нога, наверное, еще вперед должна выйти. Вот так. А... И локрот. Погнали. Где-то тут... О! Видите? Шестидесятый. Шестидесятый. И здесь вот идет где-то завис. Он прыгает. Ноги у него вытянуты. Потом идет... Вот. Перекрутка идет вот здесь уже. Сорок восьмой надо переписывать. Это почему? Это от чего? Это от чего? Это от чего? Эти крутятся как граммонова. А форма у персонажа хорошая. А анимировать его? Так лучше худого сделать. А тут почему-то... Перекрут идет. Эдит мод. Так. Это все. Отвязан. Alt-P. Я же отвязывал. Ctrl-P. И после. Вот тоже казус. Из-за чего? Из-за того, что не поднастроил вот эту руку. А я не пойму, что тут пальцы крутятся неправильно. Вот сейчас вот рука. Вот от чего надо. Влияние на сколько? На две кости стоит. На три нельзя ставить. Так. Код и трансформация. Local. Так. А ну-ка. Поза. Спейс. Поза. Спейс. Поза. Поза. А вот так получше надо будет? Не пользовался. А ну-ка. Но все равно и плечо двигается почему-то. А ну-ка. А это если двигать? А это нет. Не так сильно. А это прям сильно двигается. Ну вот. Короче. и дело к ночи. Нужно найти моего болвана. Персонажа. И попробовать вот эту анимацию именно на нем. О. А эту руку прям конкретно гнет. Не знаю от чего, что так на нее влияет. Какой с ней стал косяк. А. И волкрот. Ладно. Ну надеюсь принцип прыжка вам понятен. Ну а тут дорабатывать надо. И перекрутки идут из-за анатомии. Задержки от этого. Если даже G поближе поставить. Вот тут на 60 кадре идет какая-то неразбериха. А 60 значит можно теперь удалить. Ну вот удар идет. Еще резче тогда G подводим. Нормально. Так где он. Здесь он должен как бы подзависнуть. И 55 и уже приземление быстро идет. Ставим 62 кадр. Enter. Толчок у него. Какой толчок у него. И нормальное приземление. Ну здесь вот уже у него. Что у него тут получается. Так а получается что крылья тут надо сюда теперь чуть-чуть. И вот это крыло сюда вот так вот. Можно даже к верху приподнять. Потому что они напряглись. Вот так. Ну а этим объектом по которому он бьет. Это может быть. Ну танк. Земля тут под ним может лопаться. Вот такая штука. Давайте еще раз посмотрим. И все. Хватит закругляюсь. Так. Ну нормально. Вот здесь у него руки. Тело нормально себя ведет. Руки. Все надо решать с руками. Так. Если вот. Так. А здесь почему она перекрутилась, тоже не могу понять. Здесь же базовая была нормальная. Вот она уже тут что-то начала крутиться. Нужно риг перепрошить именно одну сторону на другую, и тогда всё будет хорошо. Где-то пошёл какой-то сбой, казус. Не пойму я, где он пошёл. Локоть куда-то ушёл, вот и тут кость почему-то перекрутила, что ли. О, вот так, что ли, должно быть? О, а здесь тогда что? Ну, вот с этой рукой я не пойму, что происходит. Ведёт её, как не знаю, мальчо. Ну, а так персонаж, потише, но вот эта сторона нормально, а вот с этой стороной у меня пошёл сбой. Нужно перевязывать кости и искать вот эту вот проблему. Всё, всем пока, до свидания. Вот такой эксперимент, пробую, как ведёт себя тело Халка с костями. Нужно думать теперь, как это дело подстроить. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова